Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале «Якутия-24». С вами Пётр Цыпандин. Мы находимся в ресторане «Рейтенгрин» и накануне дня авиадиспетчера к нам пришла авиадиспетчер Элла Сивцева. Элла, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение и принять участие в нашем кулинарном ток-шоу. И что будете сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить пасту с морепродуктами. У нас имеется паста. Паста уже готова, я вижу. Морепродукты, сыр, натеряем его на терке, чеснок, лимон, зелень и чуть-чуть сливочное масло. Я так думаю, в конце для вкуса. Почему выбор пал именно на это блюдо? Потому что я люблю очень морепродукты, рыбу, все виды рыбы люблю. И его удобно с собой носить на работу. Ну, то есть, как бы, практическую ценность тоже имеет. А вы вообще любите готовить? Ну, скорее всего, вы дама, мама. Я очень люблю готовить. Прекрасно. А что лучше всего получается, как считаете? Завтраки и основные блюда. Основные блюда, да. Ну, хорошо, давайте потихоньку начинаем. Сколько времени вообще нам потребуется? Нам на приготовление блюда потребуется минут 15. А, ну, мы можем не торопясь, вальяжно, спокойно делать. Рецепт откуда? Рецепт я всегда беру из интернета. Ага, ну, то есть, где-то вот так. На свой лад что-нибудь там меняете? На свой лад, по настроению. Как-то у меня... Потому что я... Сегодня, к сожалению, с нами нету моего постоянного соведущего, Семена Тарбахова, да, но я видел, что вы что-то там совещались. То есть, всегда, я понимаю, что процесс приготовления пищи, Это же всегда немножко творческий процесс. Есть рецепт, есть каноны, стандарт, но каждая хозяйка все равно говорит, Ну, я не люблю слишком острые, я не люблю там это, Я не люблю, допустим, лук или зелень. Могут свои какие-то там изменения внести. Вы так делаете? Конечно, я так делаю. Я смотрю сначала рецепт блюда, потом смотрю, что у меня есть в наличии, Чего-то может быть больше, чего-то меньше, Или могу добавить свои ингредиенты. А часто экспериментируете вообще? Очень часто. Да? Ну, то есть, вот это надо попробовать что-то вот такое приготовить, да? Да, время от времени нахожу интересные для себя и для своей семьи блюда, И оно превращается в наше любимое. Или... Потихоньку? Да, потихоньку. И оно как бы имеет сезонность, наверное, да? Естественно, естественно. А семья что больше всего любят? В семье очень больше всего любят сытные блюда. И чтобы было много овощей с мясом. Ага. Да. Ага. А сейчас... Что-то мы о идее-оде... Давайте уже договорим этот вопрос. Сейчас у всех на устах здоровая пища, натуральная пища. Уже сейчас пришло ПП, супер ПП. Как у вас? Вы стараетесь ли соблюдать в семье тем, что вы кушаете? Естественно, мы соблюдаем правильное питание. Естественно, да. Ну да, сейчас уже стало нормой, да? Ну, казалось, что колу, там, чипсы, ну, это вообще фастфуд. Конечно, мы ни от чего не отказываемся, по выходным или на выходах мы можем позволить себе кока-колу. А почему нет, да? Да. Ну, и умеренно, скажем так, да? Естественно. Да, да, да. Ну, хорошо. У нас все-таки есть дети, которым это нравится, поэтому мы им не отказываемся. Детям, вы сказали, 5, по-моему, 14 лет, да? Дочке 5, сыну 14 лет. Ну, все равно же дети, все равно падки на что-то вот такое, на сухарики, на чипсы. Как вы с этим боретесь? Если слишком много запрещать, мне кажется, они будут очень сильно этого хотеть, поэтому мы какими-то объяснениями, рассказами про полезность блюда, чтобы это было им интересно. Например, я говорю, помидоры очень полезны для сердца, и они любят помидоры. Моя дочка очень любит брокколи. Целую тарелку может съесть, да, на срождение его кушать. Ну, вам повезло просто, потому что редкий ребенок любит кашу и зелень. Ну, я приучила своих детей правильному питанию, и у нас всегда имеется на столе овощи и фрукты. Да, 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 ну, клетчатка, да? Ну, да, это тоже очень правильно. Ну, хорошо, да, хватит, как говорится, болтать, да, давайте приступать. Ну, и параллельно болтать. Начнем мы... Как вы начинаете? Что вы делаете? Включим. Да, вот. Смотрите, вот так включается. Максимальный огонь можно уменьшать. Раз, раз. Наверное, поставим на средний. На средний, да? Огонь, да. Разогреем наше масло растительное. Нарежем чеснок. И пока, да, разогреется масло... Чеснок просто... Я люблю резать чеснок большими тольками. Да, масло уже тогда какое-то время потребуется. Давайте чуть-чуть еще меньше огонь сделаем, да. Итак, про вашу профессию, да. Как вы пришли в профессию? Ну, вот выбор профессии с чем был связан? С детства я мечтала стать... В детстве я мечтала стать стюардессой. Ну, то есть, так или иначе, все равно с авиацией, с небом... Да. Что-то вот так, да? Тяга к небу, к авиации уже была. Согласитесь, что это такая профессия? Вообще, все профессии, связанные с авиацией, это все имеет какой-то такой некий романтический флер, да? Ну, такое, что-то вот такое... Ну, я, например, смотрю лично я на, допустим, которые работают в авиации, и все думают, что вау! Да. Какой-то такой вау-эффект, согласитесь. Иногда вот просто сидишь и думаешь, по всему миру имеются люди, с которыми я разговаривала, во всех странах, потому что через нас пролетают международные рейсы, и мы с ними тоже работаем. Конечно, да, да, да. Их тоже контролируем, обеспечиваем безопасность. И так, нет, возвращаясь к вашему выбору, вы мечтали стать стюардессой, но... Куда вы поступили? Но я выросла, видела такие... К сожалению, я выросла, как будто так. Увидела, какие профессии есть, сдала документы и очень удачно поступила в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации. Так. Отучилась там пять лет. Так, а чему там учили вас? Учили сначала, ну, это же высшее образование, сначала... Понятно, да. На первых курсах были у нас обычные предметы, как в ВИКе, математика, русский. Ну, понятно, углубленные. Да, углубленные изучения всех предметов. Затем к нам добавились наши профессиональные предметы, такие как метеорология, аэродинамика. Ну, то есть аэродинамика – это наука, которая вообще как самолеты летают вообще, как кусок железа оказывается на небе. Угу. Угу. Так. Конечно, да, 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 это должно быть максимально приближено. Да, все как настоящие самолеты. Также в другом зале сидят преподаватели и работают вместо пилотов. Угу. Нет, пока еще не было. Сдала еще английский, потому что у нас на работе требуется владение английским языком на четвертом уровне. Это upper intermediate. Upper intermediate, это да. Ну, это вообще очень круто. Вы спокойно можете... Спокойно. В любой англое говорящей стране не заблудиться. Да. И даже больше. Мне кажется, вы готовы анекдот рассказать по-английски. Способны, то есть. Ну, не будем рисковать. Нет, нет, я понимаю, что это предполагает вот этот такой момент. Ну, я могу понять почти все. Если даже я не могу... Ну, вот если вы понимаете, я знаю. Да, если я что-то... Какое-то слово я не знаю, я могу выйти из ситуации. Угу. Другими словами. На таком уровне. Please repeat, не please. I will repeat you. Окей. Давайте добавим морепродукты. Давайте. У нас чеснок уже поджарился. Поджарился, держите. Добавляем. Морепродукты я вижу, ассорти. Ой, не просто ухстые, да, ассорти. А-а-а-а-а-а-а. У нас вода. У нас вода горяченькая. Вот такое-то вот так не делаем. Ничего. Надо было другую сковородку брать. Нормально. Да. Или нет? Нормально, да? Нормально. Без воды добавим. Угу. Морепродукты поставили. можно огонь увеличить мидии кальмары осминог креветки желтенькие креветки страшно полезно очень полезно легкие там очень много белка готовится быстро поджарим огонь уменьшили добавить нормально и как вы начали трудовую деятельность свою меня взяли на работу в якутск также у нас имеются маленькие аэродромы на северах деревнях там тоже все контролируют нет воздуха неконтролируемого вот да давайте я вас перебью и спрошу такой вопрос но многие телезрители я в том числе не понимаем вообще суть структуры вообще что такое авиация вообще ну вот то что связано мы знаем что самолеты летают мы покупаем билеты садимся но вообще кто регулирует да как как выглядит ваша структура и в том числе и ваша работа у меня давно выработался ответ на такой вопрос и на объяснение что такое диспетчер и что я делаю и что я не делаю авиация делится на три части это первое это авиакомпании грубо говоря это частные организации вот самолеты билеты самолеты до обслуживания второе вторая часть это аэропорты но они относятся городам поселком мест мест точечно до к местности и есть наши авиадиспетчеры это большая структура единая во всей россии и по всем по всей россии по всей россии федеральные государственные унитарные предприятия которые вот обслуживают всю россию ну естественно делится по регионам по городам понятно яйкутское отделение да я куда-то как я fifth и деление московская оборудование и давайте все в субъекте перечислили их много то понятно но мы все едины у нас единые правила единые документы идиный порядок работе идиный порядок работы круглосуточный мы обеспечиваем безопасность, движение всего, что находится в воздухе, в зоне нашей ответственности. Вообще всего. Самолеты, вертолеты. Даже если птицы пролетают, мы самолетов от птиц тоже можем урегулировать. Так, 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 так. И эта же структура, она единая по всему миру. Она единая по всему миру. Единый язык английский, насколько мне известно, и единые какие-то правила, потому что над нами не секрет, что и мы над другими государствами пролетаем по другим местам, как называется, маршрутам, да, и международные рейсы у нас, нами тоже пролетают, это тоже не секрет, это нормально, то бишь авиадиспетчеры обеспечивают безопасность вообще всех... Всех самолетов. Небесных тел. Да, всех небесных тел. Ага. Все видно, никто не спроется. Да, ну, никто не спроется, собственно, и никто и не пытается особенно, да, но бывает, что... Бывает. Частенько бывает, что, ну, помни, в каком-то году на Красную площадь американский самолет сел. О! Да, был же такой случай, а потом его человека поймали в 60-х или 70-х годах, каким образом он проник и все прочее, но потом благополучно сдался, но вот редкие такие моменты бывают. Иногда бывает, что, да, на территорию залетает какой-то другой самолет. Ну, самолет может случайно сбиться со своего маршрута. Да, да, может. Да, или... Вдруг техника подвела, навигатор, не туда, говорит, или пилот уснул, шутка. Да, но этого мы не знаем. Была у нас ситуация, когда самолет вылетел и полетел не по своему маршруту. Вдруг, да? Да, вдруг. А мы поэтому удивляемся, говорит, должно было вроде же долететь, чего не долетаем так долго? Ну, он не так далеко, конечно, отлетел от своего маршрута. И вот тут включается ваша работа. Увидели, говорим, а вы куда? Да, а вы куда? Вернитесь на свой маршрут. И было очень приятно, когда потом эти пилоты нас нашли и отблагодарили лично. Это было очень приятно. Да, да, да. Ну, то есть уже такой не просто профессиональный, а именно личный момент, когда... Ну, они могли же как бы... Ну, скорее всего, им в авиакомпании потом работодатель сказал, ну, что... Да, скорее всего, что-то такое произошло. Наша работа же очень механизированная, все на автоматике. Системно. Системно, да. Поэтому, да, вот это вот... Очень ответственно. Ну, не дай бог. Ну, не дай бог. Не дай бог, да. Ну, мы так не работаем, мы работаем на не дай бог. А на свой опыт, на свои знания. У нас документы всегда обновляются, меняются, учитывая новые возможности, новые аппаратуры, новые сектора, может. И с учетом этих изменений и меняются документы. Мы всегда это изучаем. У нас... Мы всегда поддерживаем нас английский язык. Да, да, на должном уровне вы обязаны. Потому что, ну, не секрет, что если человек то или иное знает, то через какое-то время, если он не применяет это активно в своей жизни, то, как правило, он не забывается. Я вроде как высшую математику, физик по первому образованию, но интеграл сейчас забыл, оказывается. Недавно спрашивали. Интеграл производный. Что-то такое. Если не применяешь, то да. Человек даже забывает, если не набитаемый в острову от Рейда, он может сразу свой родной язык забыть. Какой-то, что-то английский, который приобретет. Какие еще профессиональные навыки вам обязательно следует прокачивать? Следует прокачивать, самое главное, естественно, свое здоровье. Потому что... Тогда это, значит, абсолютно правильная пища. Правильно. Очень хороший обед. Отдых. Для нас. Сейчас я вам все расскажу. Давайте, давайте. Завесу немножко откроем вообще, что такое диспетчер. Потому что, ну, многие знают, что диспетчера – это очень ответственная работа, где-то они там работают, чуть-чуть секретная, хорошая зарплата, шутка. Только это знают, да, и все. Какой вопрос? Вопрос, да. Мы сказали, какие профессиональные навыки надо прокачивать диспетчер. Что такое диспетчер, ну, какой-то образ. Ну, на этапе обучения, потом на этапе стажировки к получению, допуска к работе конкретно диспетчером, мы уже прокачиваем все такие человеческие навыки, как стрессоустойчивость и быстрое принятие правильного решения. Единственного правильного? Ну, так, их может быть несколько, конечно, но выбираем. Все ситуации нестандартные. Даже если в книжке написано так, то в жизни может быть чуть-чуть по-другому, и все равно как-то вот сама думаешь, как будет лучше. Надо уметь как-то вот чувствовать, что ли, предугадывать ситуацию заранее всегда. Это вот я про нештатные ситуации рассказываю. И нужно быть всегда спокойным в этот момент, использовать правильные слова. То есть вы напрямую всегда разговариваете с пилотами? Естественно, мы уже с ними так контактируем. Вы с ними так контактируем. Ну, ради связи. Ради связи, нет, я же приколуюсь. Да, 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 ради связи. То есть вы со всеми уже, скажем так, на связи. Да. А если российский пилот, то, конечно, вы говорите по-русски, правильно? С российскими по-русски. Угу, да, на нашей компании летают. Со всеми иностранными на английском международном языке. Ага, если они пролетают на даме. Используем единую фразеологию, чтобы все понимали друг друга. Да, и, скорее всего, у вас какая-то единая терминология есть. Да. Вы же не говорите там напрямую, как мы вот в обычном обиходе общаться чуть-чуть. Разговорным языком не разговариваем. Ага, и это опять же, это мы же учат. А это хорошо. Ну, конечно, да, это упрощает, упрощает, да, команды, так, 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 и, скорее всего, обратный ответ от пилота, что как он правильно понял ваши команды и, собственно, так и продолжал делать. То есть вы, получается, практически ведете самолеты? Угу. Мы ведем самолет от этапа включения двигателей до этапа выключения двигателей. И обеспечиваем их всей необходимой информацией по маршруту, по аэродрому назначения. О погоде. О погоде, естественно. Мы постоянно, постоянно, мы вот сидим и постоянно следим за погодой их аэродрома назначения, чтобы, не дай бог, она там не изменилась, а они не знали об этом. Ну, да, да, а вдруг там гроза началась или там, не знаю, магнитные бурили. Может, какие-то технические проблемы, может быть, в аэропорту. Страшное? По погоде, по погоде. Что самое опасное, допустим, для пилотов? Плохая видимость? Мне кажется, для пилотов нет плохой погоды. Да? Да, потому что у нас в Якутске же очень всегда непредсказуемая и опасная. Ну, у нас это такой субконтинентальный климат. Видимость плохая, гололед может быть. Но, мне кажется, они всегда ко всему готовы. Я считаю, что якутские пилоты одни из самых лучших в мире. Чуть ли не так. Потому что, учитывая то, что наши погодные условия, ну, им, к сожалению, или к счастью, надо быть готовым. Поэтому многие уезжают, у меня есть знакомые пилоты, говорят, ну, а там пресная работа, условно, чуть ли не бележачего. Спокойно выглядел, спокойно сел. У нас еще горы, горная местность. Да, горная местность, да, где нисходящий-исходящий поток. Витя, как много, знаешь, шутка. Видимость плохая. Так, вы следите за едой. Она уже выпаривается. Выпаривается, да. Как раз. И на каком-то этапе, по-моему... Подходим к этапу додушкения. Это я вас не подгоняю, вдруг забыли что-то. Нет, я следила. А, следили, да. Следила как раз, вот, видите, последняя жуткость. Можем огонь вообще на маленький поставить, по-моему. На минималку уменьшить. Итак, вы упомянули стрессовую стойчивость. Добавляем. Добавим лимон. Добавляем лимонный сок. Да, давайте отсюда лучше. Добавляйте. Вы меня спрашиваете или вы констатируете? Констатирую. Констатирую. Добавляем лимонный сок. Еще рассказывать, что мы делаем. Да, стрессовую. А, да, рассказывайте. Лимонный сок. Перемешали. Четверть лимона выжали. Четверть лимона. И мы должны были сейчас добавить сливочное масло. Да. Чуть-чуть возьмем сливочное масло. Можете подать ложечку. Ложечку. Возьмем отсюда. Так, для вкуса в конце. Для вкуса. Сливочное масло всегда, как говорится, маслом кашу не испортишь. Затем, как только наше масло растает, добавим нашу приготовленную заранее маску. Да, я огонь добавил. Четверть лимона уже поджарилась. Упомянули про средство устойчивости. Что вы делаете в этом направлении? Ну, то есть, бывают люди разного характера, да? Некоторые, ну, скажем так, нервные, некоторые холерики-дегрые, сангельники. Ну, тут, как говорится, подход к работе, да? Что вы делаете специально по этому поводу? Я училась. Так. Ну, в университете уже к этому. Подготавливают. Затем, на работе мы также всегда учимся. Даже если всегда все хорошо, мы можем пойти, все структурам отработать. Нет, но в любом случае, все равно вы можете нервничать. Как справляетесь? Вот, 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 наклонивши. Дышишь. Угу. Используешь все свои знания. Как это так? Включаешься по максимуму. И... Собранность. Собранность, да, наверное, как это передать правильно. Ну, только собранность. Да, собранность, да. Ну, то есть, взять себя в руки и сказать... Ну, я это знаю, это моя работа, это я все умею. Ничего, мне бояться нечего. И как бы так успокоились и пошли работать. А в жизни вообще нервная вы? Не кричите? Не кричите? Так. Да, поэтому иногда, когда в жизни я зову, например, детей кушать, дети кушать, и все думают, что я злюсь. А, да, в маршем идущие? Не дети мои, они уже привыкли, они же меня знают. А, да, да. А другие со стороны, там, на походе, например, мы там с классом находимся, и другие родители, мамочки, почему ты злишься? Что случилось? Плохое настроение? Нет, я не злая, я просто громко, четко сказала. Ну, я поэтому и говорю, люди немножко... Масло подзарилось, давайте добавим пасту. Уже пасту, да? Уже пасту, и можем натереть сыр. И в конце, да? Нет, сыр. Ну, сверху? Натерем, да, и добавим. Мы знаем, я знаю, все знают, что самолет, авиа, вообще это самый безопасный транспорт. Да. Но, тем не менее, есть у многих, в том числе и у меня, чуть ли не аэрофобия. У меня аэрофобии нет. Да, я знаю, да. Как вы с этим боретесь, либо что бы вы советовали бы? Ну, наверное, прочитать статьи в интернете про статистику безопасности транспортов. Ну, да, люди просто часто думают нерационально, да. Мы знаем, но все равно. Еще пристегивать ремни безопасности в самолете. Ну, то есть, как бы слушаться то, что говорят. И знать, что за ними всегда смотрят, всегда отвечают за их безопасность. Ну, на самом деле, система авиации уже вся отрегулирована так, чтобы всегда был единый поток, единая система. И, не знаю, очень много над этим всего делается, поэтому я не думаю, что этого стоит бояться. Ну, да, нет, ну, если взять действительно статистику, то вероятность, ну, не дай бог, что-то там случится, а на небе вообще практически стремится к нулю. То есть вероятность очень низкая, да. У меня был знакомый пилот, он говорил, а что ты тогда не боишься, если я ему рассказываю, почему я боюсь летать, а что ты тогда, говорит, не боишься садиться за руль? Вокруг тебя, говорит, столько, говорит, неадекватных водителей, вот рядом на максимальной скорости, когда ты знаешь, говорит, сколько километров в час достаточно для того, чтобы, ну, спокойно убить человека. А в небе, говорит, ну, совсем, говорит, по-другому. Выключили. Выключили вообще? Да, выключила. А, хорошо, ну, то есть нам достаточно замечать и все, да? Вот, а вообще в пробке бывают в небе? Пробки в небе я лично не видела, но, наверное, в других больших странах и городах такое бывает. Но это тоже регулируется, это тоже отрабатывается. Естественно, это отрабатывали тоже. Ну, в жизни такое не часто случается. Ну, я тоже смотрел статистику, какой аэропорт, авиапорт самый загруженный. По-моему, какой-то германский, то ли Франкфург, то ли Гамбург. Чуть ли не каждый. Хитроу. Хитроу? Наверное. Английский? Нет, по-моему, все-таки германский, по-моему, был, но не будем спорить. Но дело в том, что там каждые 15 секунд то ли садится, то ли либо взлетает самолет. Ну, там авиапоток вообще, ну, просто, мягко говоря, сумасшедший. Ну, у них, наверное, как на МКАДе. Как на МКАДе, да. Ну, вот бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, ну, то есть... Тысяча самолетов туда, тысяча самолетов сюда. Да, и показывает же фотографии частенько, что вот самолеты-эшелоны стоят, просто вылета свое времени. Поэтому часто же пишут, что вылет 8.00, но может, там, плюс-минус 5-10 минут. Вот это считается же нормой. Даже? Да. На каком мы этапе? Мы на этапе сыр у нас растаял, тертый сыр, я натерла сыр на терке, он подтаял. И сейчас добавим сливки. Сливки. Ну, нам выключить напитку, да? Нет. Нет? На выключенные сливки добавляются, на выключенную сковородочку. А, то есть вы специальные сливки? Чисто для соуса, потому что скворки и так уже горячие. А то он может свернуться, если включить сковородку. Так, мешаем. Мешаем. Как у нас красиво получилось. Да, очень красиво. Тертый сыр еще. Вот. Можем уже нарезать, подготовить. Зелень. Зелень. Для красоты. Но мы его добавим только на наши тарелки. Да, мы на тарелки выложим, сервировка. Мы уже упомянули в самом начале, что работа в виде спичера сама по себе довольно редкая. Мало кто о ней что знает. Но вообще считаете, что это скорее или это стереотип исконно мужская профессия? Или нет? Скорее всего так было раньше. Потому что когда я пришла на работу, я была очень долго единственная девочка в смене. И как справлялась? Мне было очень приятно. Очень хорошо. Всегда обо мне заботились. Какое-то такое джентльменское отношение. А, ну понятно, что вы уважительны, потому что отчитывая ответственность, там шутки хихоньки-хахоньки вообще скорее всего исключены. Да? А была какая-то такая дедовщина? Нет. Нету? Наоборот, наверное. Наоборот, все как бы так постарались помогать. Ну да, анти-дедовщина была. Анти-довщина, ну круто. Честь и хвала. Ага. И кубки миссиспетчера. Затем к нам начали приходить очень много девушек. Сейчас их много красивых. Примерно какая-то процентное соотношение? Ну не 50 на 50, наверное. Нет, их меньше, конечно, половины, но достаточно. Ну достаточно, но то есть все равно профессия, скорее всего, остается скорее мужской. Да. Ну, учитывая то, что мне кажется, там не тяжести, как говорится, таскать. Угу. Можем уже накладывать нашу пасту на тарелочки. Да, давайте сервировать. Вот нам подготовили такие красивые тарелки. А есть какая-то особенность работать диспетчером у нас, там, в Якутии, где-то там другие субъекты? Я же отличие, не знаю. Я всю жизнь 11 лет работаю в Якутске. Уже 11 лет? Уже 11 лет работаю в Якутске. Других я не знаю. Ну, мне кажется, везде одинаково. Везде одинаково. Ну, то есть вы могли бы работать уже, получается, где угодно. Да. Добавим морепродукты. Ага, а какие, которые не смогли? Ага. Эту пасту взяли. Сейчас добавим морепродукты. Вот так, чтобы красивенько выглядело. Побольше белка. Вот. Это вам. Угу. И мы в самом конце, по-моему, зелень добавим, да? Зелень добавим на тарелки. Угу. Раз. Так. Как вы относитесь к якутской кухне? Очень хорошо. А любимое какое-то блюдо есть вообще? Из якутских блюд? Вообще? Вообще, самое любимое, это у меня рыба, как я сказала. Да. А из якутских блюд я очень люблю кровяную колбасу. Да. Держите. Деревилки. Да, давайте украсим. Украсим зеленью. Очень много зелени нарезали. Все. Ну что, самая приятная часть нашей передачи наконец-то наступает. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ммм. Мне нравится. Мне тоже очень нравится. Передача наша будет выходить вечером. Но вот сейчас как раз для дня. Угу. Такой сытный завтрак и обед. Угу. Идеальное начало дня, скажем так. Да. Да, здорово. Можем стоять до конца передачи и кушать. Да. Нам чуть-чуть осталось. Да. Давайте поговорим о вас, о вашей семье. Как вы отдыхаете? Как вы проводите свободное время? Свободное время? У меня очень много спорта. В жизни. Ну, я вижу, что вы... Во-первых, мой спорт. Спорт сына старшего. Угу. Ну, он уже сейчас взрослый. Он уже сам контролирует свой график. Контролирует свое движение. Как и мама. Вы упомянули, что... Не упомянули о том, что у вас вообще очень жестко должно быть там мероприя, по-моему. Да. Кстати. В том числе и спорт, который очень сильно помогает. Кстати, вот навык с работы. Вот это вот регулирование, контролирование и... Выбор оптимального. Выбор оптимального движения, ну вот, решения, как бы, последовательности действий. Многозадачность. Да, поменьше действий и лучший, больший результат. Вот это очень сильно мне помогает в жизни. Мозг уже так автоматически работает. То есть рационализация, да, вообще, всех процессов. Ну, то есть такой проектный подход, да? Угу. Ну, например, я встаю утром и думаю, какие у меня дела. И вот точно по карте смотрю, куда мне надо сходить. Планы, планы стройки. Ага, а потом домой возвращаешься. То есть как на работе уже прямо так, мозг уже так устроен, получается. Если уже там по времени тоже. Я вернусь вечером, значит, нужно оставить обед. Вот так вот. Все как-то вот автоматически, все вместе в один план. Очень помогает. Каким спортом вы занимаетесь? Я всю жизнь занималась спортом, всегда разным. Раньше по молодости я просто бегала. Угу. Очень любила бег. Каждые два дня, через день получается. Каждые два дня я бегала. Спринт, стайер? Ну, это как сказать. На короткие дистанции? На длинные дистанции. На длинные дистанции. Ну, как, не на длинные, такой спокойный бег. Ну, для себя. Разминочка. Легим. Да. Летом в стадионах, зимой на накрытых стадионах. Затем я полюбила бассейн. Бассейн и групповые занятия фитнесом. На вашей счастье вы умеете плавать, получается? Я не сильно умею плавать. У меня сын любит плавать, поэтому я с ним начала плавать. С поясом. Вместе. Да, вместе. Приучила его тоже к спорту. Ну, он любил плавать, и это стало его спортом. Затем я родила дочь и занималась дома, когда она была маленькая. Онлайн занятия. И после этого я нашла рядом с домом очень хороший спортзал. Вот уже 4 года я ехожу в этот спортзал. ОФП стало видеть? Да, ОФП, с железом. С железом даже? Полагается, да. И бывало, что и дочка со мной туда ходила, ну, рядом со мной сидела, и вникала в жизнь в спорта, так сказать. И вот ей сейчас 5 лет начала заниматься гимнастикой. Теперь я вожу ее на гимнастику, мне это тоже очень нравится. Привела ребеночка, одела красивенько, занималась она. Спортивная гимнастика или художественная, да? Да, художественная гимнастика. Художественная гимнастика, ленточками, мячиками. Ленточки, мячики, обручи, пучочек на голове, форма. Сейчас очень популярная, да, кстати, такая. Извините, а как вы отдыхаете вообще? Как вы, нужно ли отвлечься от работы? Или как вообще? Ну, я захожу домой, я забываю про все. У меня вот мой дом, моя крепость. Да, говорят или как говорят. Ну, да. Домой захочешь, любая усталость пройдет, любая головная боль, все пройдет. То есть вы довольно домашний человек, получается? Я довольно домашний, но я люблю выходы в кино, например. Зимой мы любим посещать театры. С начала весны и до конца осени я люблю ездить на природу. Повод, не повод. Взяла еду, взяла детей, взяла чай в термосы и поехала в лес. Можно собирать ягоды, собирать грибы, какие-то растения на случай поделок. Или просто пойти позавтракать, пообедать в лесу, побыть в выединении от города, в отделении, далеко от города. Элла, еще раз вам спасибо большое, что были сегодня нашим гостем. И я знаю, что вы накануне вашего персонального праздника, пожалуйста, вот на камеру пожелание для наших телезрителей, для ваших коллег. Дорогие коллеги, поздравляю вас с днем авиадиспетчера. Желаю вам здоровья, крепкой семьи, любви и благополучия. С праздником! Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была авиадиспетчер Элла Сивцева. Элла, еще раз вам огромное спасибо, паста очень вкусная. А мы, друзья, на этом с вами потихоньку прощаемся, будьте здоровы. И мы часто это все в конце повторяем. Кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья!